Привет, друзья! Сегодня мы общаемся с автором и ведущим канала «Контрольный спуск» Антоном. Привет, Антон! Привет, Эльберт! Почему мы сегодня будем общаться с Антоном и почему мы решили взять у него интервью? Антон и его коллеги организовали инициативу сбор подписей против новых поправок в закон об оружии. И меня, если честно, это немного удивило, потому что в целом-то я сторонник того, чтобы законодательство об оружии ужесточалось, потому что мы можем видеть, что школьники различные покупают автоматы, приходят в школу и устраивают массовую резню. И наша позиция с Антоном немножко не сходится. Вот поэтому сегодня мы с ним решили пообщаться на эту тему, почему они создали эту инициативу. Если кому интересно, ссылка на эту инициативу в комментариях и в описании к этому видео можете перейти, посмотреть. Антон, скажи, пожалуйста, из чего родилась ваша инициатива? Да, Эльберт, во-первых, я хотел поблагодарить тебя за то, что в принципе решил со своей стороны тоже осветить эту тему. Ну и вдвойне ценно то, что, ну, как ты сказал, что у нас не сходится как-то видение, возможно. И как раз на твоем примере я постараюсь донести до людей, которые думают так же, как и ты, мысль о том, что в принципе то, чем мы занимаемся, это не приведет, наоборот, к усилению какого-то насилия и чего-то такого, а наоборот упорядочит и законодательство, и установит порядок в обществе. Ну, обо всем по порядку мы поговорим. Сама вот эта вот идея, то есть, ну, я сам много лет владею оружием, ну, у меня много друзей, кто владеет оружием. В принципе, эту тему я достаточно глубоко погрузился сначала как в частном порядке, потом вот когда три года назад открыл свой канал на Ютубе, контрольный спуск, соответственно, у нем этот сам, я погрузился еще больше и начал уже рассказывать другим людям, и мы можем доносить до них основные нормативные акты, на чем основывается оружейный гражданский оборот, как приобрести оружие, как им пользоваться, как все это делать, не нарушая закон, как все это делать правильно. И, соответственно, в целом наше оружейное законодательство до всех последних событий, не сказать, что оно было сильно плохим, то есть в целом, да, бессловно, ну, любое законодательство является, ну, у него есть какие-то проблемы, но в целом наше законодательство было довольно адекватным, За исключением некоторых нюансов вроде владения пистолетами, но это отдельная тема. Но вот последние события, которые были 2-3 года назад, когда произошли теракты в Керчи, в Перми, то, что расстреливали школьники, сверху поступила команда, что вот все, надо немедленно все ужесточить. И как у нас, к сожалению, часто бывает, наказать невидомных, наградить непричастных. То есть то, что было сделано, те шаги, которые были предприняты по изменению оружейного законодательства, они по факту не ведут к решению тех проблем, тех ситуаций, с которыми мы столкнулись. Смотри, задавай прямо на конкретном примере, какие шаги не ведут к этому. Я, если честно, как профан в эту область глубоко не погружался, я думаю, как и очень-очень многие в России. Что конкретно сейчас ужесточилось, что не должно было ужесточиться? Ну, во-первых, совершенно непонятно, зачем ввели ограничения по возрасту. То есть просто сказали, что у нас возраст совершеннолетия в России с 18 лет. То есть с 18 лет человек становится полностью дееспособным и обладает полным спектром прав. Но тем не менее сказали, что нет, а вот оружие вам владеть, уважаемые малолетние граждане, нельзя. Хотя какие они малолетние, если они такие же в правах, вот как мы с тобой, по сути. Не важно, сколько ему лет, то есть 18 или 50. То есть просто ограничивали, сделали 21 год. То есть это первое основное, что подняли. Ну, как бы это было вот такой эмоциональной реакцией, в первую очередь. Потому что те, кто расстреливали, им было 19-20 лет. И сказали, ну вот раз им было 19, давайте мы запретим всем до 21 года, и это все изменится. Ну, это как бы один из вариантов, одно из того, что запретили. Потом ввели совершенно непонятный запрет на оружие со сверловкой ствола Ланкастера «Парадокс». Это оружие появилось несколько лет назад, по-моему, в 16-18 году. Ну, массово оно стало появляться, потому что есть у нас такая вещь, как нарезной стаж. То есть для того, чтобы у нас в России владеть нарезным оружием, то есть оружием, в котором пуля в процессе прохождения ствола раскручивается вокруг своей оси, и за счет этого летит дальше и точнее, таким оружием, чтобы владеть, нужно 5 лет провладеть гладкоствольным оружием. И в какой-то момент появилось вот это вот оружие с сверлокала Ствола Ланкастера «Парадокс», которое по факту являлось гладкоствольным по закону, но за счет геометрии ствола могло тоже частично раскручивать эту пулю, и, соответственно, пуля могла лететь раньше. Дальше. Это оружие стало очень популярным в России. Многие люди, первоходы, кто не хочет покупать себе двухстволок или просто обычный гладкоствол, решили себе брать вот такие именно оружия. То есть это подстегнуло гражданский рынок, и производители новые появились, и ассортимент увеличился, и патроны стали больше производить, покупать. Все было хорошо. Взяли, запретили. Просто тоже вот. С какого, извините, с какого повода, тоже непонятно. Потому что ни в каких, по сути, противоправных действиях, вот ни в одном из тех инцидентов, которые происходили, по сути, ни в одном практически вот из общественно известных каких-то нарушительных, то, что происходило, какие-то инциденты с оружием, даже более мелкие, то есть это в оружии нигде не фигурировало. То есть его страшная поражающая способность, что вот смотрите, вот эта пуля там выпущена из этого псевдогладкоствольного оружия, летит так же далеко, там какие-то наемные убийцы будут покупать такое оружие, стрелять по крыше с людям. Просто бред какой-то, да? То есть ничего такого нет. Это вот в голове, у какой-то больной фантазии определенных людей сказали, что ну нам так кажется, что они так могут делать, поэтому мы это тоже запретим. Тоже взяли и запретили. А какое оружие в терактах участвовало? Обычные гладкоствольные. Обычные гладкоствольные дробовики. В основном это оружие с помповой перезарядкой, то есть когда есть у оружия подствольный магазин, туда вставляется там несколько патронов, там 5-6, и соответственно перед каждым выстрелом нужно вперед-назад сдвинуть цевье этого ружья. То есть выстрел, щелк-щелк, выстрел, щелк-щелк, вот такое оружие. Это, кстати, тоже одна из вещей, которую ввели. То есть они мало того, что запретили оружие покупать с 18 лет, так еще зачем-то ввели двухлетний стаж владения двухствольным оружием. То есть одностволка или двухстволка обычная, которую, ну, как вот у дедовской, переломил, вставил, закрыл, выстрелил. Переломил, вынул, вставил, закрыл. Вот такое вот оружие надо владеть два года, и только после этого можно купить самозарядное оружие или оружие с магазином или помпой. То есть, слушай, ну я так понимаю, это было сделано потому, что человек, видимо, который хотел совершить теракт, он покупал оружие, брал его и сразу на следующий день шел, совершал теракт. А здесь, видимо, задача, чтобы оружие отлежалось, если у него есть плохие цели у этого человека, то, чтобы перейти к более серьезному оружию, он должен два года подождать. Не совсем. Это так, к сожалению, не работает. Вообще, весь институт стажа сам по себе вещь достаточно дурацкая, потому что никакой, ни статистикой, ни какими-то действиями не подтверждается то, что вот это вот обязательно необходимо. Многим людям, в принципе, это гласкнуло, это гласкольное оружие, оно особо не нужно. То есть, для чего вообще люди покупают оружие в основном? То есть, это кто у нас? Это либо охотники под конкретные задачи, либо спортсмены, но это вообще отдельная тема, потому что спортсмены там, у них свой тип оружия, там они тоже под свои упражнения все это дело берут. И, по сути, вот есть третий вид. Ну, то есть, есть еще самообороны, но это такое, их меньше, и они в основном покупают пистолет ограниченного поражения, оружие ограниченного поражения, ООП. И, по сути, просто любители оружия, которые просто, на котором нравится пострелять. Ну, как вот, не знаю, как вот марки собирать, или там вот как на пикетах походы ходить. Вот люди приезжают на стрельбище и расстрелили, стреляют там по гонгам, например. Им это нравится. То есть, зачем им это двухстволка, если ему нужен карабин под пистолетный патрон, и из него спокойно пострелять. Вот этот весь стаж, то есть, и такие люди, они сейчас что вынуждены наделать? Да, они должны купить эту двухстволку, поставить ее в сейф, она там пять лет простоит, они ее ни разу не достанут, после этого они, соответственно, берут себе уже то, что действительно хотят и идут стрелять. В плане предотвращения каких-то инцидентов, это тоже не работает, потому что те, кто занимали, кто совершил эти преступления, по крайней мере некоторые из них, они не купили и сразу пошли. Нет, они к этому готовились. Ну, то есть, любое подобное преступление, оно готовится. Это совершается не бегом, не быстро. То есть, человек все запланировал, все прошел, все купил, после этого ходил тренировался, и после того, как только он подготовился, написал там все свои там памфлеты и все, что там хотел, он пошел и совершил то, что совершил. И даже если у него была бы двустволка, это бы ничего не изменило. Да, то есть, потому что должная тренировка и двустволку можно достаточно быстро перезаряжать. Не надо думать, что у него там поскольку многозарядное ружье, вот он за счет этого убьет больше людей. Нет, это так не работает. И более того, хочу еще заметить, что в той же Керчи, например, который самый первый у нас, который громкий теракт произошел, то есть тоже там пиарили, что вот он там пришел с этой помповой двустволкой, там это оружие системы Хатсан, так называемые, которые там в СМИ там и во всех их пиарилось, что вот это такое название, это, по-моему, Золотов сказал. Хотя Хатсан это просто фирма-производитель, турецкие производители оружия. Хатсан эскорт. Это помповое ружье. Это не система. Но дело не в этом. Большая часть погибших была не от оружия, а от самодельных взрывных устройств, которые он сам собрал. Если так посмотреть, то вообще-то самодельные взрывные устройства у нас вообще-то запрещены. Как же он их собрал, если их запретили? То же самое и с оружием. То же самое все вот эти запреты работать не будут. Если злоумышленник задумает совершить преступление, он его совершит и найдет для этого необходимые меры и способы. И еще в качестве одного просто примера, недавно буквально, я проводил просто стрим несколько дней назад, и про это тоже рассказывал, и до этого рассказывал, что во Франции вот один из самых громких терактов с самым большим количеством погибших. Что произошло? Какое оружие? Никакого оружия там не было. Просто террорист. Взял в аренду грузовик, обычный грузовик, и разогнался, въехал на нем в толпу. Все. Оружие ничего вообще не нужно. Вот, пожалуйста, вот пример. Каким, это говорю, вот эти все попытки запрета доступа к оружию, ограничения возраста и все такое, это, говорю, попытка бороться, ну, то есть, это, говорю, потому что оружие убивает, там, вилки делают и ложки делают людей жирными, например, да? Оружие не убивает, удвоят человек, и способ он для этого найдет. Это вот к вопросу о том, что, почему, вот, говорю, сеть запреты являются бессмысленными и вредят только законопослушным гражданам, которые вынуждены этим запретам подчиняться. Скажи тогда, пожалуйста, вы что предлагаете? У нас на самом деле инициатива построена не совсем как давайте отменим нехорошие поправки, нет. Мы, когда с коллегами садились и обсуждали, как лучше сделать, мы решили по-другому. Само законодательство об оружии в целом, вот и в нашей инициативе об этом написано, прямо вот в главном описании, оно само по себе очень сильно устарело. Закон об оружии принимали в 96-м году, остальные нормативные акты принимали тоже вот в том радиусе, то есть примерно там почти 20 лет уже прошло. Что было в 90-е, какая была общественно-политическая, криминогенная и вообще общественная обстановка, ну я думаю многие помнят, кто тогда жил, кто в принципе понимает, что тогда была ситуация совершенно иная. И за эти там почти 20 лет законодательство, ну как любой закон, нормативный правовый акт, тот же закон об оружии оправился более 60 раз. Туда вносились правки, изменения, дополнения, исключения и так далее. То же самое происходило с любыми другими подзаконными актами, которые на нем основываются, которые тоже регулируют оборот оружия. И вся вот эта вот 20-летняя, все вот эти изменения превратили текущее законодательство об оружии просто в кашу из кучи разных поправок, изменений и так далее. Это очень тяжело читать, воспринимать, там много нестыковок уже образовалось, там много каких-то мутных непонятно прописанных моментов, то есть есть противоречащие вещи, противоречащие друг другу какие-то коллизии и так далее. То есть закон об оружии в принципе устарел. И мы предлагаем в целом переделать законодательство об оружии, то есть создать новый закон об оружии и на основе него создать новые подзаконные акты, потому что чинить то, что есть, уже бесполезно. стоит того лучше как бы собрать профильный комитет из профессионалов своей области то есть не тех людей которые кричат что давайте все запретим и там и и начнет жить хорошо нет так это не будет то есть тех людей которые действительно разбираются в оружейном обороте являются профессионалами и по обращению с оружием и по оружейному законодательству я понял что вы в целом хотите пересмотреть все законодательство а что конкретно там вы хотите поменять вот я как человек который заботится о своей безопасности и переживает за безопасность детей которые школа хоть что вы хотите поменять в этом законодательстве что и устраивало бы владельцев оружие и в то же самое время было гарантом того что психически больные люди не приобретут это оружие не пойдут школу убивать детей здесь надо разделять здесь надо очень это это важное замечание здесь надо сразу проговорить что гарантии того что псих не на нее не пойдет кого-то там стрелять убивать или резать никогда не это не будет это ни в одной стране мира реализовать невозможно то есть и не вопрос законодательства об оружии в том как не допустить психа и вопрос скажем так определение скажем так психически неустойчивого человека он лежит не в плоскости регулировки оружейного законодательства просто напоминаю да что опять же вот вспоминаю вариант с терактом на грузовике причем тут оружие тот вопрос в том что не поймали террориста не поймали человек который к этому готовился да то есть как бы уж не за права там удавали еще как это вопрос мета свидетельствования не конкретно даже во оружие просто как бы контроля за вот не знаю там за психическим здоровьем каких-то определенных граждан и самое главное что здесь как бы объяснить сама целом вот даже та ситуация с расстрелами школы что к ней привело это же не потому нет хорошей жизни они пошли туда стрелять то есть что-то было не так что-то как-то их за ними не отследили они извините не школьники они были под постоянно присмотром там учителя завуча не знаю директор школу то есть все кто занимается воспитанием детей вопрос и том числе к системе образования то есть вопрос очень широкий и системе образования и к системе здравоохранения которые должны аж как-то на это реагировали старый самый первый вопрос к психиатру и наркологу которые выдали разрешение ему приобрести оружие а потом уже вот мы пошли разматривать всю эту цепочку которая к этому привела конечно но здесь тоже надо понимать что есть психи которые пройдут любые тесты какие бы тесты не были это во первых это раз то есть если псих высокомотивирован он найдет способ это дело то что тесты все равно и все равно стандартизирован не получится сделать какой-то такой супер мега тест который сто процентов отсечет всех ненормальных такого не бывает ну вот как бы если там у меня есть тоже знакомые врачи я с ними тоже вопрос задавал говорит ну бывает такое что есть там высокомотивированные люди которые пройдут это это первое второе если человек опять же повторюсь высокомотивирован он найдет оружие нелегальное хорошо заберите не дайте им возможность взять легальное он найдет нелегально если он не найдет нелегально он найдет ему аналог вот повторяю пример со взрыв пакетами он же нашел из чего их собрать несмотря на то что это сильно запрещено и как бы контролируется должно как-то пресекаться то же самое будет и дальше то есть вот возвращаясь просто я не я понимаю что не совсем не отвечаю на тот вопрос который был задан о том что так как бы как нам как наше предложение что конкретно предлагаем чтобы этого не происходило мы не предлагаем чтобы этого не происходило мы хотим чтобы этого не происходило но меры должны быть другие не ограничить доступ к оружию людей а наоборот законопослушным людям и тем людям которые ну как бы чем больше людей будут владеть оружием чем больше они будут знать и уметь в плане этого обращения с оружием тем безопаснее будет наше общество то есть опять же вот где происходят все вот эти вот теракт где происходит все вот эти расстрелы они происходят в тех местах где арк людей с оружием нет то есть ганс фризон как этого в сша называется в американских школах все школы ганс фризон то есть туда с оружием нельзя никому в кинотеатре вот тогда было 10 лет назад премьера фильма там про бэтмена вот скорее с кристианом бейлом 3 и там тоже был такой теракт что вот например у фильма приперся самый маньяк с ружьем и прямо в кинотеатре начал все по всем стрелять ну там поехал он на теме фильм уж я не знаю там да и по сути он почему-то пришел просто кинотеатр тоже ганс фризон и у нас вот они почему идут стрелять в этот самый в школу там еще куда то не знаю что им там не окажут вооруженного сопротивления в колумбай логике мы должны школьникам разрешите оружие приносить школьникам в принципе детям насколько мне известно за исключением там совсем отставых стран дети к оружию доступа не имеют к оружию имеет доступ совершеннолетние люди которые отвечают полностью за свои действия кроме детей напоминаю школе у нас есть вообще-то еще есть взрослые да есть учителя есть охрана уж например как ну как вариант есть те же там есть директор есть завуч есть какие-то взрослые люди и вопрос как правильно организовать скажем так укрепляет террористическую укрепленность учебных заведений вопрос дискуссионный то есть здесь есть о чем поговорить здесь есть о чем подумать готового решения примут исходу вот простого там одного-двух предложений как это сделать у меня нет но это понятна то что на это на об этом надо подумать но в целом направление должно быть именно такое потому что если преступник понимая что туда куда он пойдет совершать свое преступление будет возможность будет ему окажена такой же вооруженной сопротивление и он еще 10 раз подумать будет ли он это делать потому что и напоминаю у нас же есть не только школы вот у нас есть и детские сады у нас есть медицинские учреждения и детские в том числе у нас есть институты много чего есть много социальных различных учреждений где и где среди дети и люди массово со второй собирается почему все зацикливаются на эти школы и вот это вот мера то есть в каждую школу там по автаму пара разгвардей автоматом не поставишь это физически невозможно во первых потому что ну как были столько людей не найдется такого количества этих самых такого речи тарас барди у нас нету или там полиция во вторых грамм один это тоже мало то есть он там по не знаю извините отойдет в туалет потом и там уже на все начнут происходить или вот он застрелит например в процессе да еще раз владеют его оружием то есть это тоже не вариант игру нужно укреплять в целом и вооружать само сообщество законопослушных людей чтобы они могли сами себя защитить потому что там где есть сопротивление там не стреляют вот даже вот просто заканчивая свою мысль даже в том же колумба они про которые говорил который собственно стал нарицательным названием всех вот этих школьных расстрелов эти два подонка которые стреляли они пошли начали стрелять по детям стреляли стреляли который приехал полиция не пошли сразу застрелились сразу потому что как бы все но они же понимают что все сейчас сейчас по ним начнут стрелять и они резко прекратили свои действия только только появились вооруженные люди ну оппозиция такая она конечно тоже там может многие как бы с ней не согласны но вот непрофессионал с оружием но это еще более отдельная тема которую можно очень долго раскрывать смотри давай тогда вернемся конкретно к вашим поправкам что еще вы предлагаете вам как попал ну в целом ваших рамках вашей инициативы суть наших предложений в первую очередь изложена в приложении 1 к нашей инициативе то есть если вот вы придете по ссылке которой альберт любезно в описании вы сами сможете посмотреть что в тексте с на самой страницы там это в целом описание ситуации а далее есть три с конкретными нашими предложениями что мы предлагаем поменять причем это не то что это не значит что вот надо вот брать сделать именно так это именно предложение которое нужно обсудить в каком виде их можно реализовать нормативно правых актов во-первых безусловно ну хотелось бы в первую очередь остановить статус-кво и не изменить вот ну как сказать это не отменить то что на придумывали игру в рамках переработки оружейного законодательства просто законодательно это дело еще раз закрепить в том виде в котором она была до то есть вернуть оружие 18 лет раз потому что это совершенно не оправданно ничем второе это вот по поводу и ланкастеров парадоксов то же самое то есть сначала мы как бы исправляем то что было сделано неверно и без каких-либо причин далее основная вот проблема тех поправок которые сейчас мы столкнулись вот мы просто это еще не дошли это то что очень сильно расширили количество людей по сути которые могут которые теперь не имеют права владеть оружием или которые могут или или тех случаях за что оружие можно лишиться то сейчас вот но до вступления по праву силу до 29 июня 2022 года какая была ситуация можно владеть оружием если у тебя нет двух административных правонарушений в течение года из 19 и 20 статьи кодекса административных правонарушений то есть это нарушение посягающий на обзор общественную безопасность и установлен порядок управления то есть вот эти вот такие вот вещи или там нарушение правил охоты вот за этом если два таких правонарушения в течение года повторно сару совершаются то право на оружие человек решается на год это был так далее что человек не мог владеть оружием если у него была во первых человек судимостью если у человека и судимость он оружие купить не мог то есть если судимость снимается соответственно но он уже становится несудимый, оружие он купить мог. Было исключение только для тех, кто судим за особо тяжкое преступление. Таким тоже как бы пожизненно было оружие запрещено. В целом тоже там есть, конечно, о чем поговорить, но более-менее было нормально. Сейчас же ввели что? То есть, во-первых, сделали, что за любую судимость, связанную с оборотом оружия или наркотических веществ, ввели вот такой же пожизненный запрет. Если такая судимость у человека была, все, он оружие купить не сможет. И как бы если он сейчас уже владелец, если он каким-то образом лишится или продаст текущее оружие, он тоже купить это не сможет. То есть, это все ограничения таких людей. Раз, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, ну там 222-я, 223-я статья, например, да, и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ и вот психотропных препаратов, вот таких вещей. Так, а в целом хорошо, что тут плохого-то? А потому что, и тут надо комплексно смотреть на этот вопрос. Во-первых, ну, для начала все-таки хотелось бы напомнить, да, что человек, ну, не надо думать, что если есть в характеристике, что человек совершил преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, много чего могло быть. То есть, человек мог там, те же, там, не знаю, 90-е, там, например, я не знаю, там, ну, не то, что подобрать там какое-то оружие, там патроны мы могли подбросить, или патрон какой-нибудь мог найти, то есть, по всякой вот ерунде. То есть, вот, чтобы сделать человек уголовником по этой статье, многого не надо, по большому-то счету, в принципе. То есть, вот сейчас, по текущему законодательству, более того, даже вот мы, вот, например, я не знаю, там, какие-то, ну, не мы с тобой, там, два каких-нибудь человека поедут на стрельбище, а оба человека, владельцы оружия, официально зарегистрированные, имеют свое оружие. Поехали стрелять. Вот один с випрем-карабином, другой с сайгой. Вот если они, оба нарезные, если они свои нарезные оружия просто дадут друг другу попробовать пострелять, просто, вот, просто, ну, Вась, на, попробуй с моего, а ты, на, попробуй с моего, вот, по гонгу стрельни. Вот за это сейчас у нас судимость уголовная, 222 статья, потому что незаконный... А есть прецеденты? Есть прецеденты, когда вот так вот за обмен пострелять кого-то осудили? А прецеденты, ну, скажем так, я конкретно судебную практику массово не отслежу, и, в принципе, есть сейчас несколько вот этих всяких вещей, ну, вот, есть несколько таких оружейных моментов, которые до поры до времени особо не трогают. Это касается вот увеличенного, то есть, например, есть такое ограничение, что нельзя примыкать в магазин более 10 патронов к гражданскому оружию. То есть сами магазины свободно продаются, то есть на 20 патронов, на 30 патронов, вот армейские пожалуйста, они все прекрасно примыкаются, они все, ну, как бы, технически все это есть, но вот примыкать нельзя, это нарушение. Но по факту многие люди это делают, потому что, ну, это одно, кстати, из ограничений, которым предлагаем отменить, то, что на стрельбе что-то в чем проблема? 10 патронов он из магазина выпустит или 30. Злоумышленника это никак не остановит, он примыкнет, что ему надо. А почему за это должны законопослушные граждане ограничивать, это непонятно. И здесь как раз момент в том, что как раз это вот один из тех запретов, который вроде бы он запрещен, он за это особо никого не ловит. Также и про передачу оружия, про которую я привел пример, ее не так просто доказать. В принципе, сейчас за, ну, как в некоторых терах, где есть камеры, где вот, ну, как за этим следят, они могут за это привлекать. Конкретных номеров дела я не назову, но если есть необходимость, можно найти, потому что в последнее время эта тема раскручивается. Потому что, ну, это, извините, вот это самое, это та самая бесплатная палка, которую можно поиметь на ровном месте. И сделать человека судимым. Просто на это самое. Причем по закону он действительно будет виноват. То есть, и тут не получится сказать, что, ну, нет, это как бы, ну, не какой-то общественной опасности не несло. Ну, то есть суд откроет закон, скажет, ну, вот, да, незаконная передача оружия. Ну, все, извини, родные. Вот тебе. Смотри, мне кажется, что таких людей, которые были осуждены по надуманным статьям, на всю Российскую Федерацию, ну, 100 человек максимум. А остальные люди, которым будет запрещено владеть оружием по этим статьям, это, скорее всего, будут действительно уголовники, которые были осуждены за дело. Может быть и так. Но, во-первых, хочется напомнить, что, опять же, когда вот это ограничение вводили, никакой статистики и никаких массовых показателей о том, что такие люди массово нарушают закон, то есть, да, ну, это же было вот много-много лет, больше, ну, почти 20 лет это было. То есть такие люди могли владеть оружием. Они что, массово где-то что-то совершали, не было каких-то вот таких вещей. То есть, ну, чтобы ввести какой-то запрет, нужна какая-то общественная опасность, правильно, которая реально подтверждена, а не просто так, потому что кому-то так показалось. Это первое. А второй момент, это то, что человек, да, он совершил правонарушение, ну, он за него уже расплатился, правильно? То есть, он уже, там, либо условный срок у него был, либо он в тюрьме сидел там, да, ну, все, его отпустили, с него судимость сняли. Он такой же, его восстановили в правах как полноценного гражданина, но при этом, да, все-таки не во всех получается правах. То есть, он, получается, два раза наказан за одно и то же. То есть, вот он что-то сделал. В целом-то в уголовном законодательстве много по каким-то статьям есть подобного рода ограничения, которые по экономическим преступлениям, потом пусть только человек из тюрьмы выходит, он не может определенного рода должности занимать. Там, членов совета директоров, генеральным директором. Или, например, в университеты не берут бывших осужденных. Или, например, бывший педофил не устроится в детский сад. То есть, это... Нет, это я понимаю. Практика, да, но тем не менее, все-таки, да, опять же, если вот устраивай педофила в детский сад, я действительно понимаю, почему, наверное, не стоит. Ну, понятно, там все-таки вы человек, если он такое что-то сделал. Ну, хотя, да, здесь, опять же, здесь вопрос дискуссионный, но по моему мнению и то, что вот я вижу, было бы какое-то... Вот кроме вот этого, то, что он сделал, он, наверное, может сделать это опять, других обоснований я не вижу, потому что, я говорю, нет никакой статистики, нет никаких доказательств того, что эти люди представляют общественную опасность. И более того, за... Ну, смотри, у меня приложение, давай не будем останавливаться сейчас на частности, давай еще по другим поправкам пройдемся, которые у вас есть. Я просто, да, я хотел как раз договорить, что, кроме того, вот я подсудимости, про которое я сказал, про наркоманов и вот бывших уголовников, это ладно, допустим, но ввели сейчас оружие, могут лишить за любое правонарушение, за наказанием, за которое может быть административный арест. То есть, не в смысле, что ты нарушил и тебя арестовали, а в смысле, что если наказание подразумевает административный арест, то за любое такое нарушение человек сразу автоматически лишается всего своего оружия. Всего. Сразу. Подожди, тогда вот здесь ерунда получается. То есть, он не был привлечен к административному аренду? Не был. А просто статья предусматривала санкции в виде... Да, да, да. ...казатель был, например, оштрафован. Вот пример такой статьи, статья 2025 КОАП. Да, это не уплата административного штрафа вовремя. Вот если там 60 дней человек не уплатил штраф... Да, допить надо 10 суток. Да, допить надо. Там есть, да, и там есть один арест. И вспоминая, просто говорю, я когда это увидел, у меня голоса на голове зашевелились, потому что я просто сам знаю много вариантов. И, кстати, вот здесь еще момент какой, что эта статья, она из 20-й главы КОАПа. И она являлась оружейной и до этого. Но раньше, чтобы лишиться оружия по ней, нужно было два нарушения совершить в течение года. Нужна была повторность. А сейчас получается, человек получает одну вот эту административку по 20-25 за неуплату штрафа и лишается всего оружия. И более того, говорю, почему у меня волосы зашевелились, потому что я знаю, что, например, те же самые штрафы бывают, да, там кто-то там, что-то где-то превысил. Во-первых, они могут не дойти до человека, он может, он мог, как бы он ему пришел, он бы его заплатил, но он его, например, не увидел, не пришло через госуслуги, письмо почты потерял или что-то такое произошло. А штраф на нем висит, на него возбудились и делали на него вот это повесили. В системе появилось, что у человека 20-25 его лишают, это раз. И второе, насколько я тоже, я просто знаю, такие случаи были, что однофамилиц, человек даже ничего не нарушал, просто его тезка из другого региона нарушил, приставы что-то перепутали, навесили на этого. Да, можно сказать, что да, ну это же не вина, можно отбиться, но как бы, как, говорю, кто ходил в наши суды и сталкивался с нашими всеми этими вещами, я думаю, понимает, сколько времени он будет от этого отбиваться и сколько времени нервов на это придется потратить. И получится ли это сделать? Еще большой вопрос. А все это время, как бы, да, человек, у Росгвардии приходит галочку, человек, вот по этой статье нарушитель, все лишаемого всего оружия. Ну, как бы, это точно ненормальная, наверное, ситуация. И это только один из примеров. Ребята, ну ты как бы лучше меня, кого-то знаешь, я думаю, что сколько, какое большое количество статей подразумевает административный арест. И вообще, ну, практически никакие из них к владению оружия отношения не имеют. Да, то есть там, не знаю, там, неуплата элементов, по-моему, там есть, покидание места ДТП, там, сдвинул машину, там, покинул там место ДТП, это тоже подразумевает административный арест. Таких статей довольно много. И все они теперь ведут за единое нарушение, сразу ведут к полному лишению оружия. Вот это у нас ввели теперь вот с 29-го числа. Теперь мы так живем. Вот это первое, что надо, как бы, исправлять и убирать. Какие еще у вас предложения в вашем приложении есть? Ну, в первую очередь, я рекомендую всем зрителям ознакомиться все-таки самостоятельно по ссылке с приложением 1, где изложены наши основные предложения по совершенствованию оружия и законодательства, потому что, ну, это более наглядно, и там, это лучше, чем я вам буду сейчас это пересказывать. Но какие-то основные моменты я вам расскажу. Например, в целом, предложения направлены как на исправление вот того, что мы принимали сейчас, так и на изменение тех вещей, с которыми мы сталкиваемся и сталкивались ранее. Вот как та же самая передача оружия. Мы, например, предлагаем, что узаконить передачу оружия между людьми, которые являются владельцами оружия. То есть, если у тебя есть, там, у Васи есть ружье, и у Пети есть ружье, они поехали вместе на стрельбище и спокойно могут в рамках, там, пока они там вместе находятся, друг другу давайте пострелять своего ружья. А ничего в этом особенного нет, потому что, в чем нарушение, как бы, да, все в отведенном месте. Скажи, пожалуйста, а запрещено передавать разные виды оружия друг к другу? То есть, у тебя разрешение на датка ствола, у меня нарезной я тебе дал пострелять, или любое оружие в принципе? Сейчас запрещено передавать любое оружие в принципе. Вообще никакое нельзя передавать. Но передать, ну, как бы это логично, что если оба владельца, они как бы оба, ну, владелец оружия, он, в принципе, человек, который прошел, там, медкомиссии, прошел, там, необходимые проверки, он может иметь оружие. То есть, и почему нельзя дать ему пострелять из какого-то другого ружья, которого у него нет, например, да, он, может, там, хочет попробовать из этого. Почему нет? Я в этом никаких, никакой проблемы не вижу. Тем более, владелец стоит рядом. И все это дело контролирует. Если вдруг произойдет какой-то инцидент, ну, как бы, за этот инцидент, тогда ответят оба. Но это нормально, это может, это любых вещей касается. Согласен. Ну, опять-таки, мне кажется, это тоже частности, скорее всего, с чем мы сталкиваемся. Ну, вот, пришли они на стрельбище пострелять. Один передал другому, постреляли, и маловероятно, что администрация стрельбища заявит на то, что они друг другу передали. Либо в лесу друг другу передают и стреляют тоже. Ну, кто в лесу заметит. Мне кажется, что запрет идиотский, с этим полностью согласен. Но мне кажется, что, ну, привлекут максимум одного человека к ответственности за год. Сомневаюсь, что это будет масса. Здесь проблема в чем? Во-первых, как я уже и сказал, передача нарезного оружия – это риск уголовного дела. То есть, помимо того, что лишение всего оружия – это, в принципе, получить судимость, наверное, никому не хочется. Да, это и есть такой риск, это раз. Во-вторых, ну, я против того, чтобы пропагандировать правовой нигилизм. Законы должны быть адекватны и выполняться. То есть, говорить о том, что, да, это все равно никто не проконтролирует, поэтому, да, ничего страшного. Но это не совсем… Ну, я такую позицию не разделяю, потому что так не должно быть. То есть, провоцируя правовой нигилизм в каком-то минимальном вопросе, этот нигилизм может распространяться дальше и уже затронуть какие-то более важные вещи. Поэтому вот эти мелкие, вот эту мелкую ерунду, которая является идиотизмом по общему мнению, вот это надо убирать, чтобы не провоцировать людей на что-то более серьезное. Но это вот мне так кажется. Я именно за это топлю в первую очередь. Смотри, Антон, спасибо тебе большое за интервью, которое ты дал. Я предлагаю всем зрителям, кому понравилось, кто хочет поддержать инициативу Антона, переходите в описании к комментарии к этому видео, подписывайтесь под его инициативу. Кому инициатива не понравилась, точно так же переходите и голосуйте против инициативы, если вы с каким-то мнением Антона не согласны. Но главное, не оставайтесь равнодушными к той проблеме, которая сейчас складывается. Переходите на канал «Кантоон», еще раз «Контрольный спуск» называется. Смотрите его видео, очень классное видео. Я посмотрел несколько видосиков до того, как мы созвонились. Ну, не несколько, я с десяток их посмотрел. Очень качественно, очень профессионально. И мне кажется, что в нижней юридической в области оружия Антон, канал Антона, он лучший. Потому что очень все четко, очень просто разжевывается, и человек, который интересуется оружием и хочет понять правую сторону владения оружием, вот канал Антона это номер один для того, чтобы в этом разобраться, а потом уже идти и покупать себе оружие. Спасибо, Эльберт.